Сегодня мы будем разбирать подоплеку научной деятельности, а именно организацию научной деятельности, как правильно все организовать. Сегодня у нас довольно много очень интересных спикеров из разных организаций. И начнем мы с Андрея Зубернина и Шиколова Канадыча. Да, всем еще раз большое спасибо, что в субботний, пятничный вечер выбрали эту компанию. И я хотел рассказать про опыт нашей группы, про то, как мы работаем с разными областями наук. Ну то есть мы, это лаборатория методов анализа больших данных в высшей школе экономики. Какое-то время мы были частью Шада или частью Яндекса, потом перебрались сюда. И с тех пор мы очень тесно дружим с коллаборациями из Церна. Это LHCB, это SHIP, для которых мы делаем решения, в которые включаем машинное обучение, техники машинного обучения, искусственного интеллекта, для того, чтобы решать задачи из предметных областей, никак не связанных с искусственным интеллектом. Ну или связанных, но в общем довольно опосредованно. Заходите. И исторически у нас получался такой диалог на двух разных языках. Мы как-то научились говорить на Machine Learning Physics, переводить с Machine Learning Data Science. Это такой итеративный процесс взаимного понимания, очень интересный, но он очень долгий. С тех пор, как мы перебрались из Яндекса и с тех пор, как мы познакомились с физиками из Церна, мы начали общаться с учебными и научными группами из астрофизики, из нейробиологии. Ну и опыт, который у нас складывался по работе в таком междисциплинарных исследовательских проектах, мы пробовали обобщить и каким-то образом упростить для студентов, которым эти темы казались интересными. То есть это такой был довольно обоюдный притягательный процесс. То есть студентам было интересно посмотреть, а как можно, студентам из физических экспериментов экспериментов и студентов, из data science экспериментов или data science учебных групп, было интересно посмотреть, а что там происходит по другую сторону. То есть мы организовывали и школы, в которых физикам рассказывали про машинное обучение и устраивали разные хакатоны и соревнования а-ля Kaggle, в которых пытались людей из data science приобщить к физике. Ну то есть это такой был многолетний процесс, из которого сложились определенные понимания того, как можно дружить физиков и data scientist. Вот. И сейчас я просто хотел рассказать чуть более подробно про то, как это происходит. очевидных трендов, что сейчас data science набирает довольно сильные обороты. Это видно не только по студентам в офлайн-учебных программах, на факультет компьютерных наук, в вышке, там вступительный балл, да и физтех тоже выше трехсот из трехсот возможных. Онлайн-образование тоже довольно популярное, много курсов запускается в разных форматах, на степике, там на курсере, по-разному экспериментирует и с инструментами, и со способом подачи. Международы физики, они переходят в data science, ну потому что там как-то задачи круче и интереснее. И из-за этого физика в целом, фундаментальные науки в целом… Или какой-нибудь credit scoring, но потом переход на более сложную ступеньку получается не очень простым. Но тем не менее, такой хайп есть. И еще два таких очевидных тренда. То, что междисциплинарность востребована не только со стороны data science, но и со стороны многих наук. И то, что так или иначе, благодаря этому хайпу, количество людей с хорошими задатками, которые, например, побеждали в межнарах по физике, они переходят в data science, ну потому что там как-то задачи круче, интереснее. И из-за этого физика в целом, ну и фундаментальные науки в целом немножко теряют такой когнитив потенциал. В общем, задача, которую хотелось бы обсудить и как-то поговорить о которой, заключается в том, каким образом можно строить исследовательский процесс, нацеленный на решение задач из какой-то области наук с помощью людей из области data science и экспертов из этой области из физики за минимальную стоимость. Ну, условно говоря, такая оптимизационная задача. не решается ни continuous, ни discrete оптимизацией, но, тем не менее, какие-то подходы здесь можно предложить. For reference — это проекты, которыми мы занимались в прошлом академическом году. То есть это взаимодействие с экспериментами Opera, LHCB, Fermi, Juno, ну и пара таких более прикладных задачек. Как выглядит исследовательский процесс глазами студента в начале учебного года? Все более-менее понятно, да, задача как-то сформулирована. Понятно, что нужно сначала познакомиться с тем, что ожидается в конце, то есть это какое-то понимание проблем-стейтмента, потом знакомство с релевантными источниками, понимание state of the art, знакомство с литературой, потом пытаемся каким-то образом улучшить то, что было достигнуто другими людьми, и потом пытаемся каким-то образом донести это до других, либо видев защиту диплома, либо публикации статьи, либо выступлению на каких-то конференциях. То есть этот цвет здесь показывает какую-то более-менее внятную активность студента. Но, тем не менее, в реальности все получается немножко по-другому, и на пути встречается довольно большое количество неизвестных-неизвестных, unknown unknowns, в которые довольно сложно въехать, погрузиться настолько глубоко, чтобы заранее, для того, чтобы предусмотреть, где постелить соломку. Но так или иначе это приводит к такой резкой демотивации, и студенты переключаются на какие-то другие контексты, и сложно найти время, силы для того, чтобы продолжать двигаться по намеченной траектории. И время, которое они выделяют на то, чтобы заниматься, по таймлайну года распределено совсем по-другому, чем планировалось. Каким образом мы можем повлиять здесь? То есть мы пробовали разные схемы управления этими такими исследовательскими проектами. Самый традиционный — это one-to-one supervision, то есть один студент, который гайдится или который общается с одним научным руководителем. То есть это работает, но не очень хорошо масштабируется, и так как возникают сложности, с которыми либо студенту нет достаточно мотивации справиться, либо временем у научного руководителя помочь ему или помочь в нужный момент времени. Поймать тот момент, в который у студента резко теряется мотивация, и он решает переключиться на что-то другое. Поэтому есть нюансы. Мы пробовали другой способ, который ближе к Kaggle соревнованиям, когда мы формулируем задачу в виде какого-то датасета плюс метрика плюс какие-то бейзлайны, которые можно импрувить. Но здесь есть масса своих недостатков. Несмотря на то, что такой подход масштабируется лучше, я про них расскажу немножко позже. Это один из примеров конкурса, который мы организовывали вместе с физиками из CERN по поиску траектории частиц, оставленные в детекторе Atlas. То есть ее получилось сформулировать в виде датасета с метриками, но когда дело дошло до реальной, до более реальной постановки, то есть когда кроме accuracy потребовалось улучшить еще и скорость работы алгоритма, из около тысячи участников до последнего этапа дошло около 10. То есть 10 человек, которые решили, что им интересно в эту задачу дальше пробовать играть и улучшить не только понятные метрики, которые видны на Kaggle лидерборд и понятные видны в общем зачете на Kaggle, но и продвинуться чуть дальше. Вторая часть проходила на другой платформе, не на Kaggle, а на Codelab. Проблемы, с которыми сталкиваемся, когда переводим проблему из области физики в Kaggle термины, примерно следующие. Первое — это то, что задача редко укладывается в обычную метрику, то есть в accuracy, area and the rock curve или precision — это сколько-нибудь. Как правило, там существуют какие-то дополнительные ограничения, которые сложно перевести на язык машинного обучения с самого начала. Второй нюанс заключается в том, что для успеха нужно довольно большое количество участников. То есть топ-3 получают призы, там топ-10 как-то получают recognition на Kaggle платформе, а остальные — ну так. То есть они остаются как-то получать… Несмотря на то, что вкладывают свое время и силы, может быть, даже наравне или где-то больше, чем топ-3 из участников. То есть им, может быть, там повезло где-то немножко меньше, чем топ-3. И еще одно ограничение или еще один shortcoming заключается в том, что когда опубликуются задачи, вот смотрите, есть физический кейс, давайте решим его с помощью Kaggle или не физический, а какой-нибудь. Возникает ощущение, что действительно можно продвинуть науку, придумав на стеках больше слоев, грубо говоря, сделав accuracy лучше, чем текущий state of the art. Из-за первого ограничения, из-за того, что в предметной области играет роль совокупность качеств нейронной сети, то довольно редко стекмолейер продвигают действительно научное решение, которое можно применить для какого-то конкретного кейса, для которого он задумывался. То есть там необходимо подходить чуть более творчески и более объемно к постановке задачи. И еще одно ограничение, но про него, наверное, меньше всего сейчас буду говорить, это то, что все больше и больше появляются задачи, в которых нарушается предположение ID, то, что сэмплы независимы, сэмплируют, берутся из одного и того же распределения. То есть тестовая выборка может отличаться по тем или иным причинам от обучающей выборки. И там нужно смотреть в каждом случае конкретно, почему это происходит и как можно с этим бороться. То есть какие-то обобщающие свойства модели выходят на первый план по сравнению с Ecrose. То есть это с одной стороны и про domain specificity, и про другие площадки, которые не укладываются в train test датасеты. Поэтому мы попробовали играть с такими кейсами, поняли, что нужно двигаться немножко глубже, поняли, что, наверное, там какой-то идеальный подход к решению таких задач заключается в объединении людей из разных областей, из разных сообществ в какой-то единой информационной среде. Но это какая-то такая идеальная картинка. Не очень понятно, как туда попасть. Но если представить, что можно договориться с разными участниками о том, что у нас есть некие общие ценности, с которыми все согласны, и отталкиваясь от этих ценностей построить некоторую картину, некий процесс исследования от постановки задачи до ее какого-то промежуточного решения и какими-то итеративными последовательностями двигаться к тому решению, которое действительно будет важно для той предметной области, из которой она взялась, то это может быть таким движением и в сторону предыдущего слайда, где у нас как бы общее поле взаимодействия между самыми разными участниками и каким-то конкретным инструментом, с которыми работают каждая из групп предыдущего слайда. Ну и процесс мы пока рисуем вот в таком виде. То есть начинается все из желтого сегмента, где у нас есть идея того, что мы хотим получить, какая-то гипотеза, которую мы хотим либо опровергнуть, либо каким-то образом продвинуться в ее понимании. Базовое решение — метрики, которые являются ориентиром в самом начале. Второй сегмент — это понимание того, что было сделано на текущий момент другими людьми либо в этой области, либо в смежных областях с похожими ориентирами или с похожими методами, с похожими задачами. То есть какой-то осмотр. И тут важно, что с внешнего цикла мы иногда проваливаемся на внутренние циклы, которые длятся неделю, самый внутренний, или может длиться месяц промежуточный, который может иметь свою собственную структуру, свои собственные майлстоуны, свои собственные какие-то подпрограммы, подшаги. И после того, как мы поняли, что сделано и что можно улучшать, какие места мы можем улучшить своими силами, происходит третья фаза improve, revise, repeat, которая тоже может двигаться по своей циклической структуре и не заканчивается за одну неделю, за один присест точно. То есть мы пытаемся сделать вещи лучше и показать то, что те метрики, которые мы приняли за ориентиры, действительно улучшаются. Может быть, на этом этапе мы поймем, что метрики требуется немножко модифицировать. То есть каким-то образом пересмотреть, уточнить или добавить данных, которые раньше были недоступны, а сейчас мы поняли, что каким-то образом за счет либо transfer learning, либо чего-то еще, можем докинуть еще данных в эту задачу, и от этого она не станет хуже. Да, и после этого заключительный этап, красный цвет, написание репорта, слайдов, статей, которые заключают, замыкают эти итерации, но на самом деле переводят просто задачу на какой-то, может быть, более качественный уровень. То есть задача, которую можно решать с помощью других подходов или понимаем, что возникает какое-то качественное ограничение, которое может быть, может вести к разработке новых методов, которых раньше, в которых раньше люди не нуждались, потому что им хватало, и они понимали, что все и так неплохо работает, новое понимание в таких задачах приводит к разработке более тонких или более мощных инструментов. Это пример того, каким образом вот эти внутренние циклы, недельный цикл или месячный, двухмесячный цикл устроены, что происходит, какие артефакты случаются в процессе этих циклов и как они друг с другом связаны. Важно то, что в этом процессе у нас участвуют несколько ролей, без которых вся эта структура не работает, и кроме очевидных участников, это студенты и эксперты из предметной области, ну и может быть эксперты из области машинного обучения. У нас есть люди, которые занимаются тем, что наблюдают за процессом и следят за тем, чтобы он не разваливался и не уходил слишком далеко в сторону обсуждения. Оставались где-то в конве люди, более-менее регулярно встречались, приходили на созвоны и использовали инструменты, про которые я буду говорить чуть позже. буквально следующего слайда. Но, возможно, должны быть какие-то еще роли, но пока мы обходимся вот этими четырьмя базовыми. Здесь, наверное, я хотел написать, какая мотивация существует у разных ролей, правда они названы немножко другими словами, но не важно. Важно, что одна из важных мотиваций для студентов это знакомство с новой предметной областью и какое-то более глубокое понимание тех инструментов, с которыми они работают, с помощью которых они пытаются решить поставленные перед ними задачи. С одной стороны, в этом им помогают менторы, то есть каким-то образом объясняя, где работают или где перестают работать инструменты, сверточные сети, генеративные модели или то, что они пытаются использовать. А с другой стороны, это пока такая гипотеза, возможно, из тех цифровых следов, которые оставляют студенты, можно собрать некую экспертную систему, которая может справляться с типичными или предлагать какие-то типичные ходы для решения типичных задач, с которыми сталкиваются студенты на этапах решения тех задач, с которыми мы им предлагаем. То есть это построение каких-то простых моделей, которые работают с определенными датасетами определенных характеристик и при определенных метриках. Но это пока гипотеза. Эта гипотеза живет в правом, в левом верхнем квадратике этой схемы. Про нее, если у вас будет интерес, я с удовольствием пообщаюсь подробнее. На этой схеме я попытался собрать те системы, которые мы так или иначе используем, начали использовать в этом учебном году, академическом году. И понятно, что какие-то из них выживут, какие-то нет, но так или иначе я про некоторые из них скажу чуть более подробно. Работа с проектом у нас начинается в Трелло. И это такой родмап того, что было, того, что происходит сейчас, того, что может произойти в будущем. Кто из вас пользовался Kanban, Трелло или чем-нибудь, да, значит, вы понимаете, что эта штука работает. Ну, или, по крайней мере, ее можно заставить работать. Еще одна система, которую мы используем, это надстройка над кодолабом. То есть это надвижок, который автоматически оценивает качество решений участников процесса. То есть каждый проект мы привязываем к какому-то гид-репозиторию и вот к этой штуке, которая автоматически цепляет по гид-хуку сабмишенную в этот репозиторий и может отправлять их на какую-то проверку. На проверку или на обучение. То есть таким образом тот код, который люди сабмитят в гид, который они могли протестировать на, может быть, небольшом датасете на Юпитере, он через вот эту штуку улетает на кластер, в котором есть довольно, ну, то есть хорошие GPU-ресурсы, в которых сетка может обучаться сколько угодно долго, ну, или достаточно долго, чтобы не думать о том, что нужны дополнительные ресурсы или каким-то образом делиться GPU-шками. И еще одна вещь в этой системе как раз мы вставляем какие-то компоненты, которые оценивают код человека и пытаются дать какие-то рекомендации. Еще одна вещь, которую мы используем, это CometML, это система мониторинга качества обучения моделей, независимо от того, обучается она через Jupiter-тетрадку или через кластер, или через вот Co-petition Codelab, мы всегда можем зайти по ссылке и посмотреть, что происходит с данной моделью, посмотреть картинки, посмотреть какие-то графики, сравнить их друг с другом. Кто раньше пользовался CometML? Но я рекомендую посмотреть на него более внимательно. То есть это очень клевый инструмент для того, чтобы держать перед глазами всю историю прошедших экспериментов с вашими моделями. Я пропущу. Еще одну компонент, которую мы используем и начали использовать в этом году, это некая автоматическая система, полуавтоматическая система перевода того, что делает человек с кодом, с метриками, с общением в группе в какие-то tangible вещи, то есть в какие-то поинты, score point, которые потом можно конвертировать в, грубо говоря, пиццу, рюкзаки, чехол на ноутбук или что-нибудь еще. То есть здесь человек зарабатывает очки либо за счет того, что он сам что-то сделал и там система посмотрела, что передвинулся тикет из doing в done или за счет коммита, который попадает под определенные характеристики, либо за счет увеличения метрики на какую-то дельту или попадание в топ, либо за счет того, что человек там есть определенные характеристики, которые или определенные вещи, которые человек может сам зайти на сайт и сказать, я вот, я сделал. И если ментор понимает, что да, это действительно так, он начисляет ему какое-то количество бонусов. И также участники группы могут обмениваться этими бонусами между собой. Ну, за счет того, что один человек помог другому в соответствии с теми в соответствии с теми ценностями, о которых я упомянул раньше, либо репридисабилити, либо написал код, который другой смог взять, использовать в своем решении. И оно действительно заработало. То есть происходит какой-то обмен бонусами между участниками проекта. Существует, конечно, много открытых вопросов, которые скорее для обсуждения, чем для рассказа, что да, это все работает круто. Я не знаю, насколько у меня сейчас осталось времени. Наверное, я не буду на них останавливаться на всех, а только может быть на одном, который называется вот этот low-code workflow language. так или иначе решение, которое делают участники таких проектов, это чаще всего последовательность действий с данными, которые описываются на языке Python. Но эти последовательности, они обычно довольно часто повторяются. И в принципе их можно разбить на определенные шаги, которые можно описать на каком-то DSL. то есть там DSL, загрузки данных, DSL, какие-то команды по преобразованию, замещению пропущенных значений, какие-то модели построены основанные на нейронках, ну и так далее. То есть какие-то шаги с визуализацией, с сравнением качества, которые приходится писать из раза в раз. И вот вопрос в аудиторию, если вы знаете какие-то хорошие примеры таких DSL, то было бы интересно про это узнать или может быть поговорить, обсудить отдельно. Это список проектов, которые мы в этом году запустили, ну или почти все эти проекты запустились, я не знаю, слайды скорее всего организаторы как-то разошлют, поэтому можно будет посмотреть о них подробнее. несмотря на то, что они запустились, в принципе, если так или иначе вам интересно в этих проектах поучаствовать, напишите и это можно сделать. Еще одна вещь, которую хотелось бы упомянуть перед заключением этого рассказа, заключается вот в чем. Те вещи, которые я описал, касаются не столько подходов к решению задач, не столько содержательного с точки зрения machine learning инструменту использования определенных идей и статей и применения их к решению задач, сколько к такому инженерному подходу к самому процессу исследования. То есть каким образом можно перейти из состояния нерешенной задачи в состояние задачи решена с помощью каких-то инструментов или с помощью каких-то технических подходов с участием людей, биоработников, биоисследователей. Но это такой инженерный фокус если вас интересует так или иначе вот эти вопросы, я сделал формочку для того, чтобы как-то обменяться контактами, может быть, продолжить общение в оффлайне или в телеграме каким-то образом. Здесь просто форма с вопросами действительно вам это интересно. Можете сводить и перейти по ссылке. Ну и собственно краткие итоги того, о чем я рассказывал последние полчаса. Тренды на междисциплинарные исследования не заметить невозможно. То есть они появляются прям отовсюду. Вышки на разные факультеты приходят и говорят давайте сделаем что-нибудь вместе. Это начинается с психологов, экономистов и заканчивается географами, геологами, биологами и так далее. И требуется какое-то… На всех дата-сайентистов не хватает. Переконвертировать этих специалистов в дата-сайентистов невозможно. Ну то есть у них другой бэкграунд, у них мозги работают по-другому. Поэтому нужно уметь каким-то образом строить совместные проекты. И вот я попытался рассказать про инструменты и подход и некие общие ценности, которые, кажется, могут лечь в основу такого совместного сотрудничества. Еще упомянул какие-то проекты, если вас они заинтересовали, то мы открыты к совместной научной деятельности. Спасибо большое. Буду рад ответить на ваши вопросы. У меня один вопрос. Мы по сути переходим в науку больших данных. Вот это то, что вы представили. Скажите, в итоге получается, что является soft-скиллом и что будет hard-скиллом в современной науке, когда у вас есть эксперты из области знаний и фактически есть программирование. То есть на что мы должны? То есть понятно, что ты не сможешь в равной степени получить hard-скилл не в какой-то области исследований, а тем более междисциплинарной и второй это компьютер сайенс. Ну, вопрос, наверное, я бы не стал делить на hard и soft, я бы делил на domain, domain knowledge и knowledge, который как бы находится где-то между ними. Ну, то есть soft может быть ко второму относится. То есть про то, каким образом вы можете выстраивать общение между людьми с разными там бэкграундами. Ну, то есть в классическом определении soft skills, да, это презентационные навыки, навыки общения в группе, навыки там коммуникации один на один. То есть каким образом вы сможете объяснить другим людям, что вы сделали, что вы хотите от них получить. Ну вот я бы сказал, что вот в современном мире работа над hard skills, то есть над скиллами, которые требуют погружения в определенную предметную область, они никуда не делись. То есть они по-прежнему востребованы. То есть просто сейчас гораздо больший хайп или гораздо большее внимание привлекает вот эти погружения в область data science, которые очень глубокие, существует огромное количество нюансов работы с разного вида моделями. То есть если вот только в сторону генеративных моделей, в сторону работы с временными рядами, можно погружаться и погружаться. Но важно уметь находить общий язык с людьми, которые пользуются вашими моделями. То есть каким образом временные ряды можно использовать для анализа там сердечной активности, мозговой активности, еще какой-то активности, там предсказания, сбоев каких-нибудь индустриальных системах. То есть вот я бы сказал так, что вот направления, о которых я говорил, они помогают людям с глубоким пониманием или с достаточно глубоким пониманием своей предметной области найти и сконтактировать с людьми с глубоким пониманием из другой области. И без специальных инструментов это нетривиальное дело. То есть найти договориться об общих проектах, общих результатах, которыми хочется прийти через какое-то время. Ну не знаю, ответил на вопросы нет? Еще один уложенный здесь. Ага. Ну и можно после рассказ наверное подробно перебивать. У меня такой вопрос. Вы обратили внимание на то, что сейчас сложно что-то сделать, если грубо говоря подходить к этому инженерно, то есть сайкать больше моделей, там ансамбли из 500 моделей. И интересует, то есть в связи с этим кажется, что и отбор группы должен быть как-то скорректирован, то есть расставлены какие-то веса между условно говоря академическими достижениями, то есть способностями познавать чисто абстрактную науку и какими-то уже практическими навыками, типа умение программировать, умение пользоваться всем этим пайплайном и так далее. То есть вот как вы ставите эти веса и как бы задумали ли вы вообще над этой проблемой? Ну да, вопрос хороший. У нас пока нет предотбора. То есть мы сейчас принимаем всех и смотрим, то есть мы спрашиваем людей о том, что они умеют на данный момент и возможно через год мы сможем сказать, что вот в группу нам требуется такой-то профиль человека или там такое-то количество людей определенного профиля. Но сейчас понятно, что есть вот скиллы, которые там в гугле на HR гугла называются там data scientist или data как он называется сейчас data engineer нет researcher да ML researcher или researcher который генерирует некие идеи гипотезы о том, что можно проверить и сам руками проверяет. Есть research software инженер который занимается пайплайнами и сбором всего того, что необходимо запуском это на определенных вычислительных инфраструктурах и так далее. Да, и вот кажется, что и те, и те одинаково нужны. Ну или точно нужны. Сколько взять тех и тех, чтобы получилось хорошо, пока не знаем. но мы видим, что среди студентов и людей, с которыми мы работаем, пока нет четкой дифференциации. То есть они примерно с одинаковым бэкграундом. есть довольно больной вопрос и личный, и коллективный. Вот инструмент, особенно SWAG, Крилл, какие-то там организаторы проекта, работают ли они? Потому что в моей практике, особенно когда речь идет о том, что работают в нескольких лабораториях совершенно разные люди или разные странные языки, сложные инструменты не работают. Работают почта, GitHub и все. Я бы не назвал GitHub простым инструментом. Лучший инструмент. Раньше прекрасно работал со в SCORCH. Сошел в SCORCH, в этом они даже лучше, чем GitHub. Здесь я согласен, что здесь less is more, но они подобраны по критериям того, что у нас прошло какую-то проверку времени. То есть это не как бы а давайте попробуем этого, ну, может быть, бонус ли мы только в этом году… Slack прошел проверку времени? Slack прошел, да. Ну, то есть у нас сейчас, хорошо, у нас вместо Slack был Telegram, но как бы… То есть у нас есть вещи, которые в Telegram, которых не хватает, да, то есть мы не можем в Telegram затащить некоторых типов ботов, ну, например, бота, который создает голосовалку про время выбора совместного созвона. Ну, то есть там Doodle приходится руками создавать, потом закидывает в Telegram. В Slack это может сделать, как бы встроено в чат. В Trello тоже можно направить уведомления в Slack, в Telegram нельзя. Спасибо. Коллеги, давайте двигаться дальше. Здравствуйте, меня зовут Денис Рудаков, это Ярослав Недубов, мы застилем системное программирование, я сейчас расскажу очень коротко про институт, если кто-то это был в первый раз здесь, поэтому многие не знают. Вот, а потом Ярослав расскажет немножко про только мы работаем со студентами, потому что тему заявили так, вот, если дальше, у нас не есть только что рассказывать и про Лисеев и так далее, но сейчас именно с точки зрения как мы работаем с студентами. Собственно, про институт, мы здесь недалеко находимся, на Таганской, это институт системного программирования имени Виктора Петровича Иванникова, Виктор Петрович Иванников это восьмик физтеха, один из первых, ну, первых, когда мы не помним, то ли первый выпуск, полный, то ли второй. Вот, он академик, был, к сожалению, недавно был от нас, вот, и он когда создавал институт в 94-м году, это был, во-первых, достаточно интересный не опыт, а вообще идея создать институт в 94-м году, это такое нетривиальное решение, потому что все уезжали, и он был достаточно известный человек, его в мире очень хорошо знали, и приглашали за рубеж работать, в Штаты, но, тем не менее, он остался здесь, стал институт, и построил модель физтеха, это сочетание трех вещей, это образование, наука и работа на индустрию. И когда физтех создавался, если вы читали историю, Карлов писал, там, ну, много книг про историю физтеха, идея была именно такая, что студенты, которые поступают, они начинают, сначала проходят базовую серьезную подготовку на первых курсах, а потом приходят на базовые кафедры и начинают работать с индустрией, и в советское время это была серьезная там работа в институте, институтах разных академических, и не только которые, в свою очередь, работали на государство, это, в первую очередь, ВПК тогда было, дальше, бывала еще другая промышленность, вот, после того, Советский Союз развалился, за одну индустрию тоже развалили, эта модель тоже несколько перестала работать, и заслуга Иванникова, что он смог перестроить ее на рыночную экономику, и практически сразу из-за начала работать с индустриальным партнером, сначала были зарубежные компании, Нортель, телеком первая была, дальше появились IBM, Microsoft, и так далее, и где-то до 2004, нет, даже попозже, вот вообще были только американские и, ну, зарубежные компании, до 2012 года 90% занимали проектов именно компании зарубежные, а потом начали сейчас появляться наши, поэтому востребованность нашей индустрии как-то потихоньку растет, сейчас 50 на 50. Вот, и, собственно, студенты, которые к нам приходят, они начинают практически сразу установить, мы считаем, что это наши коллеги, будущие, и, я и больше, скоро они такими становятся, ну, и мы, соответственно, относимся ко всем студентам именно так, они начинают работать над реальными проектами, то есть, у которых есть заказчик, у которого стоят сроки, есть задачи, которые надо решить, и это, в основную сторону, мотивирует, потому что ваш диплом, это, он реально в проекте, это внедрение практически сразу, вот, с другой стороны, понятно, что просто студент, который только что пришел, его нельзя сказать, вот тебе проект, вот сроки, вперед, вот, скорее всего, это будет заварено, поэтому есть некоторый процесс к вводу студентов в эту работу, которую вам сейчас расскажет Ярослав. Ну, и, конечно же, мы занимаемся еще исследованием, статьи пишем, но это не основная наша часть работы, вот, и многое из этого мы как раз делаем вместе с студентами, чтобы люди просто научились процессу проведения исследований. все исследования делаются тоже в привязке к проектам, то есть это не просто решение, что вот сейчас будем этим заниматься. Мы обычно планируем либо надолго, что если мы занимаемся новой темой, то она будет постребована через, там, 5-10 лет, либо это просто потребность из каких-то реальных проектов приходит и, соответственно, возникает какая-то задача, фундаментальная проблема, которую мы решили, мы тогда ее исследуем. У нас есть еще собственная аспирантура и люди, которые хотят в аспирантуру или не хотят в армию, хотят немножко поработать в науке и поучиться, приходят на аспирантуру и, собственно, диссертационный совет, что тоже приятно, можно защищать диссертации внутри, но при этом как-то планка у нас достаточно высокая, поэтому это нечасто происходит, то есть не просто, что мы пришли поучить в аспираторе и точно защитили диссертацию. Это скорее исключение, чем правила защиты. Возможно, надо больше мотивировать всех, но пока не так много у нас защиты за последние годы, по-моему, три защиты, сейчас третий будет за последние пять лет. Вот. Передаю слово веро словом. Ты говоришь про отдел уже, что это может защитить. Ну да, я про... сейчас, да, извиняюсь, скажу еще. Вот мы представляем здесь отдел, который занимается с анализом данных, нас чуть больше пятидесяти человек, включая студентов старших курсов после бакалавриата. И мы сейчас будем рассказывать именно вот наш опыт, потому что институт это чуть больше, чем его, Data Science. Там есть еще компиляторные технологии, разного рода задачи, связанные... очень много всего, времени мало, поэтому давайте будем рассказывать про наш опыт. Я могу, наверное, так говорить, тебе рядышком повисит. Нет, уж давай еще. Я буду говорить так. конкретно про наш опыт у нас примерно проблема такая. Это не проблема, но может стать проблемой. У нас три кафедры, одна в МГУ, одна в МПТИ, одна здесь в вышке, и порядка сорока студентов учатся у нас в отделе. Учатся у нас в отделе, это значит, что они делают свои курсовые или выпускные работы под руководством сотрудников отдела. Здесь есть некоторое количество вызовов, с которыми приходится бороться. Тема у нас довольно хайповая, весь этот машинное обучение, Big Data и прочее приезжает очень многих людей, при этом зачастую бывает так, что когда люди начинают пробовать реально что-то это делать, оказывается, что вовсе тигры не любят чертополох и надо попробовать что-нибудь другое. Поэтому вообще проблемы с профориентацией у студентов очень остро стоят по моему опыту. Многие болтаются между, типа, хочу я стать художником или хочу стать программистом. Такое не очень часто бывает, а конкретное поднаправление, чем я хочу заниматься и что я хочу достичь жизни, это очень сложный вопрос, и те второпустники, которые к нам приходят на ту или иную кафедру или третьекурсники, они, как правило, не очень хорошо понимают, что они хотят на самом деле добиться. Поэтому даже если они тебе рассказывают про то, что они хотят каких-то конкретных вещей, надо еще проверить, правда ли это так, потому что они сами не знают на самом деле. Кроме того, опять же, студенты, как правило, привыкли учиться, учиться, поэтому курсовая и дипломная работа, которая тянется весь год, которую надо планировать заранее, которую нельзя сделать в ночь перед экзаменом, это тоже челлендж, и, как вот Андрей говорил совсем недавно, про то, что это путь с анрагами, это постоянная действительность, и с этим тоже приходится что-то делать. И третий челлендж, с которым приходится сталкиваться, это постоянно отставание учебных планов от современной науки, ну, это естественный процесс, исследования идут очень быстро, все постоянно меняется, курсы всегда отстают, поэтому, когда мы пытаемся привлекать студентов к каким-то проектам, надо довольно большой гэп закрывать между тем, чему им их учили, и тем, что им надо применять на самом деле на практике. Вот, сейчас я попробую немножечко рассказать, что мы здесь делаем, на самом деле, удивительно очень похоже на то, что рассказывал Андрей Дуэтова. Ну, и начнем с мотивации. Опять же, кажется, что есть два основных кластера, чего хотят студенты на входе. Хотят реальные задачи, не хотят какую-нибудь непонятную абстрактную науку. Бывают люди, которые хотят конкретную науку, но, как правило, хотят что-нибудь практическое, результаты, чего можно увидеть. И здесь большой спектр. Сделать приложение под EOS отличный вариант для многих. И сделать какую-нибудь модель для решения задачи машинного обучения тоже хороший вариант. может быть. И модная тема тоже, конечно, это прийти и наговорить базбордов при первичном собеседовании тоже все могут. Это довольно большой поток, поэтому, да, что мы можем, на самом деле, предложить на такие запросы. Мы можем предложить какие-то, что Дениц уже частично сказал, мы не можем, конечно, пустить детей в реальные боевые проекты, но мы можем дать какие-то побочные задачи в реальные проекты, или это похоже на реальные задачи. Если работа срабатывает, то мы можем дальше эти результаты как-то там переделать более продакшн-рэйди и встроить какие-то проекты, технологии, института. Или мы можем дать какие-то более перспективные задачи, более исследовательские, с большими рисками, которые мы не можем делать сами, потому что у нас нет права в нашей. да, но нам сначала следует надо добрать. У нас есть сайт, на котором мы выложили свои направления работы, и там есть контакты научных руководителей. Режим работы один на один действительно масштабируется не очень, но я, честно говоря, не очень знаю, что можно, как можно сохранить качество не отсводя к этому режиму один на один. У нас есть некоторые свои тоже юристики, про которые я расскажу чуть позже. Но с отбором на самом деле довольно все несложно пока происходит, потому что достаточно попросить нулевое задание, написать эссе, в котором хотя бы страничку текста написать о том, почему я хочу заниматься именно машинным обучением и каким именно, и половину людей, которые приходят просто за базвардами, отсеиваются сразу и не могут этого сделать и не пишут тебе ничего в результате. Те, кто с этим справляется, попадают у нас в некоторый pipeline, ну, как бы базовая совершенно технология, Google-формочка, которую ты заполняешь, мы видим, когда она к нам приходит, видим научный руководитель, к которому студент вроде бы хочет пойти, но мы можем еще прочитать его эссе и понять на самом деле, а что ему на самом деле интересно и что мы можем вам предложить, что он не догадался попросить сам. И дальше он получает основное тестовое задание, ну, объемом примерно 2-4 недели, ну, это как по-разному бывает. На 2-4 недели обычно можно уже достаточно четко понять, что студент может, что хочет, и можем ли мы вместе работать. Это тестовое задание должно быть привязано к конкретной теме, потому что проблема с мотивацией. Надо убедиться, что он сможет на этой теме работать хотя бы эти 2-4 недели. Если он не сможет работать на 2-4 недели, значит, тема неподходящая. И поэтому это, конечно, один на один. Ну, и дальше, да, руководитель, будучи научный, должен решить, а он хочет тоже работать с этим студентом, потому что это важно, есть ли контакты или нет. Да, это, как бы, тестовое задание, имитация работ. Здесь процесс важнее, чем результат, в том плане, что даже если что-то не получится, а за 2-4 недели может ничего существенного не получиться, это совершенно легко. Но здесь можно посмотреть уже, как бы, не пропал ли человек на эти 4 недели, хотя ему говорили, пиши мне хоть каждый день, не надоело ему, действительно ему интересно, нашел ли он какие-нибудь интересные статьи или, может быть, не знаю, сделал какой-нибудь забавный прототип. Здесь можно посмотреть конкретные скиллы, это не такой стрессовый вариант, как давайте устроим собеседование на 3 часа, и тот просто разнервничался и не смог ничего рассказать. А здесь у тебя все-таки достаточно длительный период, в течение которого ты можешь в спокойном режиме что-то попробовать и поделать. Вот, при этом мы на самом деле не очень смотрим на какой-то средний балл или что-нибудь такое, потому что это все характеризует более умение учиться, чем умение работать, а это все-таки какие-то два разных аспекта, судя по всему. Вот, этапы очень похожи, к сожалению, у меня не было времени из режима 1 на 1. Более короче, слайды. Весна, тестовые задания, тут в каком порядке, в какой момент студенты похватились, так это и происходит. То есть, это такой процесс, на самом деле, некоторые физтехи ухитряются написать что-то еще. Вот в октябре, я вот прям сейчас, говорят, что мы хотим в следующем году к вам идти, когда они получают задания заранее, и тогда они получают преимущество, потому что с ними мы уже готовы работать, и тогда место за ними остается неважно что. на лето у нас бывают стажировки для желающих, дальше, ну как бы там магистрат, магистрат, как правило, приходит, только летом раньше не приходит, а то и осенью. И поэтому фиксация тем тоже происходит где-то вот в конце сентября, в октябре. Параллельно идет некоторый ликбез с целью выровнять немножечко веб между тем, что студенты знают и чем что им надо, и главное выровнять их понимание того, что такое курсовая или пустная работа, и с чем им сейчас будет схлотнуться, почему им надо действительно работать на эту штуку непременно. Какие-то первые результаты мы стараемся получать в зачетной сессии, то есть к концу декабря. Это некоторые первые итерации, когда ты почитал статьи, немножко понял, что это взорвать, и попробовал сделать какой-то свой велосипедик с тем, чтобы действительно понять, что там сложно, что там тривиально, и на что стоит обращать внимание в статьях, когда ты их читаешь, на что не так уж важно. Дальше итеративный процесс. Здесь тоже, здесь ничего гарантировать невозможно, потому что это реальная научная задача, и может ничего не получить. Поэтому идет некоторое количество итераций, сколько успеваешь, и где-то, сейчас там процесс будет, длинная гнирует похоже, но в какой-то момент надо прекращать, потому что защита скорая, и в этот момент мы делаем некоторую предварительную защиту, на которой мы слушаем все результаты, которые у студентов есть, и дальше уже понимаем, как то, что удалось наработать, можно превратить в законченную работу, оформить ее как текст и защитить. Может быть, даже статью написать, зависит от того, что получилось. Здесь надо сказать, что у нас курсовая не отличается от дипломной работы именно на внутренних защитах. То есть на каждом курсе человек делает законченную работу, защищает ее как диплом. На третьем курсе приходит такой эксперимент-тест, в следующем году ему легче защищаться уже на такое дело. Дальше в магистратуре это просто следующий уровень, там уже надо статьи писать и так далее. Да, не отличается, да, но на третьем курсе, как правило, она более рисковая и более широкая, с тем, чтобы можно было попробовать немножко больше разного. На четвертом курсе, как правило, ты уже понимаешь, на третьем курсе попробую, что больше ты хочешь делать и оно получается более узкое, более глубокое. Да, опять же, длительная работа, с которой непонятно, как вообще справиться, почему нельзя заработать за ночь. Поэтому нужна региционная поддержка с воздуха и у нас есть контроль каждые две недели хотя бы, ну где-то чаще. Кому-то не нужен контроль, кто-то сразу находит какой-то интерес в теме и его не оттащишь и он наоборот притормаживает. Потому что у тебя нет времени уже с ним работать. Но по крайней мере каждые две недели студенты должны заполнить анкетку про то, как у них идет дело и научные руководители должны заполнить анкетку про то, как у них идет дело с их точки зрения. У нас есть запасные научные руководители немножечко от 1 на 1 пытаемся уйти в сторону, когда вот там примерно 5 студентов и 2 научника, которые друг друга подменяют, которые работают над одной проблемой и могут немножечко там кто-то заболел, кто-то там где-то какие-то личные отношения не сложились. Вот такая вот бэкап своего рода стараемся делать. один запасной, а так в отделе у нас довольно большой отдел уже и там много разных подгрупп, которые занимаются разными вещами, которые как консультанты при необходимости увлекаются там, где это нужно. Так, просто график показал. приложиточная защита тоже вообще-то как говорили. Постановки начала для игр мы защищаем, дальше первая итерация конец декабря, последняя итерация на месте дедлайна по-разному, потому что физтех входят дедлайны, выкашатся другие дедлайны, пушки своих дедлайнов. И здесь как бы надо прекратить тогда, когда дальше двигаться уже нельзя, потому что надо теперь защититься. Да, давай еще добавлю здесь. У нас есть еще внутренняя защита постановок задач среди научных руководителей специальных, где мы сами обсуждаем, действительно ли эта задача выполнима студентами, или она очень сложная и вообще она интересная, нужная, зачем она нужна, какому проекту потом можно будет результат применить, если он получится, ну и так далее. Это такое обсуждение, оно происходит обычно летом, и дальше уже, когда приходят студенты, мы выкладываем в списки задач, которые, в принципе, нам тоже интересно решать. Раньше, летом, заранее, ну сейчас на вкус нету и в принципе это непрерывный процесс, потому что появление новых студентов тоже непрерывный процесс. Ну и вот резюме, я оставил такое, спасибо за внимание, какие-нибудь вопросы, потом отвечу. Защиту вы устраиваете, ну вот, ваше внутреннее ощущение защиты лучше устраивать, когда студент что-то рассказывает научному руководителю и как бы появляется гибкость, сколько он это рассказывает, ему не надо какие-то важные два-четыре говорить, потому что уже у него есть контакт с наличником, или же вы считаете, что мужчина публичный устраивает защиты, что он как бы с самого начала вводит все понятия, все термины, как вы считаете лучше? И то, и то нужно, конечно. У вас, например, защита по установке задач, защита это все публичные защиты. Это все делается на отдел с целью потренировать умение делать презентации, которого тоже не хватает сильно. И вообще рассказывать своему множеству руководителю как раз достаточно несложно, потому что если у вас отношения сложились, вы на одном языке говорите, у вас общая тема, общие термины, и в общем вопросы, которые мы можем вам задать, они будут специальны. Когда ты выходишь даже на уровень отдела, я уже тебе говорю, когда ты выходишь на защиту на факультете, где еще больше широта, то там тебя просто не понимают. и задать вопросы о том, а что вообще за задача у вас такая, зачем вы ее делаете, что это такое, нужны люди, которые смогут это сделать. Это обычно не научный руководитель, потому что для него это слишком глубоко в этой теме тоже находится. Поэтому это надо балансировать. То есть научный руководитель отвечает за глубину, а за доходчивость изложения ему сложнее из-за вовлеченности. Еще какие-нибудь вопросы? Я еще добавлю, а здесь много из-за вишки идти в физтехе. Потому что в вышке у нас три кафедра же, физтех, в МХ и в школу экономики. И есть разница, и мы всегда настраиваем собственно студентов, что если вы хотите стать специалистами, вы должны в конкретной области, например, приходите к нам, то вы должны работать достаточно много времени, например, лет 5, желательно, или больше. А в высшем ходе экономики почему-то людей настраивают, что вот вы закончите бакалавериатом в компьютер сайенс, и теперь вы можете пойти, например, заниматься в учительной биологии, вообще просить все, что знали, и там заниматься, то есть больше на широту нацелены. Но имейте в виду, что в одной области, вот там были вопросы, задавал, в одной области вы должны действительно глубоко копнуть, понять какие там реальные проблемы, и только после этого начинать уже широко смотреть в разные стороны. Пока вы не станете специалистом в одной области, например, в области системного программирования, дальше просто тяжело будет переключаться, вы все будете знать на поверхность, и таких людей достаточно много на рынке, которые знают, все равно поверхностно, или чуть-чуть на поверхность, а специалист, которые глубоко все знают, их как раз мало, и ваш, если вы хотите как раз способными быть, найдите себе область, который вам интересно, докопайтесь вот до самого конца, а потом уже развивайте разные другие скиллы в разных смежных областях, и так понимаете. У меня не вопрос, у меня утверждение. Мы в центре РАН, раньше делали с вами проекты, и я хочу сказать, что с вашим институтом очень приятный, позитивный работ, у вас все замечательно на сцене, у вас замечательно на сцене. Даже спорить не хочется. Что-то спорить. Будем по всяческому сказать. Стараемся. Есть еще какие-то вопросы? Да, переходим. А, что-то. Вы видите подальше проекта, а потом вы поморачиваете подальше проекта, но вообще не работает. Ох, это сложно. Я знаю, что это сложно, а потом вы спрашиваете. Это сложно, действительно. Мы как-то много-много лет работаем над этим, и каждый раз это разный уровень. То есть какое-то время мы делали просто индустриальные исследования. То есть заказчики это ресерчатые лаборатории разные. Samsung у нас долговременный партнер, уже больше 10 лет. И там больше, ну то есть в итоге все равно мы делаем программное обеспечение, но там больше нацелены на ресерч, в том числе часто требовали написать статью и так далее. И какие-то вещи можно как раз, там понятно какое-то исследование. И какие-то подзадачи всегда можно найти, смежные задачи, и на будущее тоже поисследовать. Сейчас у нас чуть более сложная ситуация стала, когда все больше и больше возникает заказов реально таких, а сделайте нам систему, в которой уйдет в продакшн, будут пользователи, вот там есть конкретный функциональный заказчик, конкретно вот вам деньги делаете. Через второго года конец ТЗ мы должны сдать со всеми вытекающими. Вот. И здесь мы пытаемся двинуться в следующее решение. У нас есть более-менее такие базовые технологии, фреймворки, которые вне проекта, они общие. При этом они должны быть, мы анализируем информацию от всех заказчиков и пытаемся обобщить ее в некоторую общую технологию. И потом над этой технологией уже делаем конкретные конечные продукты. Это такой интересный, сложный и долговременный процесс, но при этом если есть этот фреймворк и понятно какие есть потребности вообще на рынке, понятно куда его развивать и можно поисследовать какие-то задачи, можно из научной области понять, что, например, не знаю, есть у нас фреймворк для анализа социальных сетей и социальных медиа. Ну, это большая задача. Вот мы его там строим, там появляются такие проблемы, как, например, взять профиль пользователя и по нему предсказывать какие-то демократические назначения демократических атрибутов, например, семейное положение или, не знаю, род деятельности. Вот напрямую сначала заказчика нет, но задача интересная, ее можно последовать, дать студентам, потом возникает, рассказывают, вот мы сделали, вот есть такая возможность. И появляются сразу заказчики, с которыми мы со всеми общаемся, говорят, ух ты, нам это очень интересно, мы знаем, как это применять в нашей области, например, как оптимизировать продажи маркетинга, исследования. Вот, в итоге появляется такой инструмент, который там со студентами мы делаем, он устраивается в базовой технологии, потом мы его доводим до продакшена уже по конечной продукции и вперед. Вот, как-то так получается. То есть, с точки зрения интереса, и бывает заказчик говорит, нам нужно будет это сделать, мы начинаем делать, понимаем, что там есть фундаментальные проблемы, что, какие-нибудь. Ну, из примеров, могу сказать, например, все хотят собирать данные из, в том числе, соцсетей или соцмедиа, но при этом не всегда можно использовать API и нужно как-то размечать свои сайты кролить. Вот, при этом, очень часто просто такие лауты или вообще это недокументированные возможности, по сути, и вы остановитесь на положении, что ничего не изменится. Это все время меняется, все ломается, надо как-то каждый раз заново поддерживать и обновлять, и это такая сложная, рутинная работа. Как это автоматизировать, это фундаментальная проблема, и в эту область мы там пытаемся какие-то решения предложить. Ну, таких задач очень много. это не сказывается ученированной проблемой, если научная новизна. Ну, а что такое научная новизна? Вы можете сказать? Подожди, подождите, но бывает, бывает, да. Это нерешенная проблема, которую вы еще больше не не сдвигодить. Это то, что приняли в первом квартиле. А, да. Это как бы, ну, чат, чат, да. Вот это чего-то нового. Смотрите, если, здесь разные подходы, у нас все-таки подход, когда у вас есть реальная потребность у людей в индустрии. Если вы хотите в первой квартиле написать статью, здесь немножко другие скиллы нужны, у нас их достаточно мало. Мы там, там, есть несколько людей, которые умеют писать статьи. Но надо уметь писать статьи. Вот я там был в прошлом году на СИКМе, не знаете, конференцию, Information, что там, но это, Information Management. Вот. Ну, там, топовая конференция в этой области, в Италии. И половина статей интересная, то есть они полезные, а половина это просто люди хорошо написали, но это какой-то штуки, которой понятно, что они никуда. Просто какое-то исследование ради исследования. Вот. Но статьи отлично написаны, там, так мы не умеем, мы там много раз продетались примерно такими же предложениями, но, там, потому что плохими написали. Вот. Поэтому, с точки зрения научной невезны, я считаю, что именно, если там видно, что нет вообще нигде, ни у кого нет решений, это надо исследовать. Если там что-то получается, мы тогда пишем, если получилось написать, то это у один идеал, молодцы. Если не получилось написать, то, что мы сделали, интересно это, ну тогда наши заказчики получили, а КО1, ну извините. Вот. Ну как бы так. Да нет, тут надо сказать, что все-таки на сайте, там заказ мы не делаем. Благодарим. Не таков, не понимаете. Еще раз добрый вечер. Сегодня я расскажу, сегодня я расскажу о нашем опыте проведения научных исследований на стажировочной программе в лаборатории машинного интеллекта. Я являюсь заместителем заведующего лаборатории машинного интеллекта и параллельно руководителем стажировочной программы. Собственно, зачем мы ее создали? У нас в УЗИ есть много талантливых ребят, которые хотят попробовать себя в области анализа данных машинного обучения, и мы хотим предложить ему такую возможность. При этом мы хотим повысить вклад нашей лаборатории в международное научное сообщество и, по сути, ускорить темп исследований совместно со стажерами. Это были некоторые наши такие кей-поинты в мотивации. И за полтора года, наша программа существует уже полтора года, мы выделили основной набор тезисов, которые дают нам некоторое преимущество, почему студенты к нам идут. Во-первых, три таких главных и одно основное. Во-первых, у нас есть отбор. Он довольно жесткий, и иногда число заявок достигало 12 человек на место. Это, я считаю, такой достойный показатель. Во-вторых, наша стажировочная программа в первую очередь направлена на проведение исследований с последующей публикацией. И в-третьих, мы ориентируем те задачи, которые даем на стажировочных программах, на те реальные исследования с технологическими партнерами, которые присутствовали в нашей лаборатории. И основное, это команда лаборатории, которая помогает студентам вникать в научную задачу. Это научные консультанты. Мы много чего перепробовали за полтора года. И, наверное, основной режим стажировки, который мы для себя нашли, это стажировка годовая в четыре этапа. От прецедента на стажировку, когда мы понимаем, что со стажером нам комфортно работать, некомфортно работать, это длится в районе двух месяцев, с последующими этапами по три месяца, с конкретными результатами на каждые из этапов. При этом команду, которая организует всю стажировку, это такой один из основных процессов в нашей лаборатории, так сложилось. Мы решили разделить самое ключевое, это организационную составляющую и научную составляющую. У нас есть люди, которые занимаются отслеживанием всех процессов, которые связаны с стажировкой, а есть люди, которые занимаются непосредственно научным консультированием. И это была такая потребность самих научных консультантов, потому что много времени уделять на организационные моменты они не могли, нам нужно было это решать, потому что иначе они отказывались от участия в стажировочной программе. Чуть дальше я расскажу более подробно о том, какие инструменты мы предложили для нашей команды. Вообще говоря, инфраструктура у нас не такая обильная, как у Андрея в презентации. Например, нет бонус ли, но мы над этим работаем. Вот, этот слайд про больше регламентов богу регламентов, на самом деле их два, и они основные. Один это решение задачи очень быстрого входа в деятельность стажера, когда он приходит к нам на стажировку. Когда презентация будет выложена, вы сможете более подробно менюшку посмотреть, сейчас, наверное, не видно. Мы кратко описываем, о чем наша лаборатория, какими исследованиями мы занимаемся, расписываем те процессы, о которых стажер должен у нас знать, про задачу, работу с ментором, постановку и трекинг задач, и расписаны четкие этапы понедельно, потому что наша стажировка предполагает включение порядка 20 часов. Есть понедельный список тех результатов, которые стажер должен на первом этапе стажировки получать. Это очень помогает и держит такой динамики в фокусе. Понятно, что ментор немножко корректирует эти результаты в зависимости от сложности или характера задач. И второй регламент, он для команды организаторов, когда мы начинаем новый набор на стажировку, а мы поняли, что лучше все устраивать два набора в год осенью и весной, больше не работает. А весной все-таки есть ребята, которые хотят к нам прийти про то, как быстро этот набор запустить. И здесь есть кратко пункты, из которых состоит наш отбор. Мы решили опять протестировали довольно много всего. в первую нашу стажировку, я помню, что за четыре дня прособеседовал 24 человека, и это было очень больно. Поэтому мы решили сделать небольшую модификацию, и у нас сейчас есть анкетирование, тестовое задание, телефонное интервью, и в конце мы устраиваем групповое интервью с привлечением всех научных консультантов. Довольно интересная практика. Это, наверное, основной слайд. Регламенты решают задачу быстрого погружения студента в процессы организационные внутри лаборатории. Такое оформление научной задачки решает проблему быстрого старта студента в задачки. У нас все научные консультанты, которые потенциально будут курировать студента, должны составить подробный план исследований на стажировку на первый этап и на второй этап. По сути, регламент содержит общую постановку задачи и мотивацию, зачем решение этой задачи нужно, имеет базовый обзор литературы, от которого студент может оттолкнуться для его расширения, есть ссылки на данные, которые нужно использовать для моделирования, возможно, на базовые модели, которые нужно использовать, есть список гипотез и подробный план на первый и второй этап. Соответственно, если студент активен и за первую неделю быстро просматривает все материалы, то уже начиная со второй недели он может приступать к реализации бейзлайнов, и это хорошо и быстро. Мы также используем Trello. Это основной, наверное, инструмент общения научного консультанта и стажера, когда в режиме один на один они быстро просматривают те результаты, которые получились. Список колонок он немножко варьируется от ментора к ментору, но в основном есть общий бэклог, есть задачи, которые студент должен закрыть за неделю, есть то, на чем он работает в данный момент времени, ну и, соответственно, какие-то эпики, майлстоуны и сделанные задачи. Вот здесь замазаны фамилии просто снизу, но у нас есть байна-рейтинговая система стажеров. Это тоже то, что помогает консультантам понимать состояние стажеров и мы делим нашу систему на трескновые показатели. Это прогресс, активность и дисциплина. Прогресс это подразумевается научный прогресс, насколько сильно они продвинулись по задаче. Активность это насколько они на текущей неделе были активны в общении с своим консультантом и ментором. И дисциплина, насколько они соблюдают такой организационный регламент внутри лаборатории, потому что у нас стажерочная программа подразумевает порядка 8-10 часов работы в офисе с командой для как раз вхождения стажера во все такие уже командные процессы. И это также оценивается. Ну и мы строим какой-то рейтинг стажеров внутренний. Я постарался быстро уложить так как мы немножко по времени отстаем от графика. Все такие основные наши инсайты по проведению исследований в научной группе. Из результатов я не включил слайды про результаты. В данный момент мы пока не опубликовали научные статьи со стажерами. К сожалению это так. Ну точнее у нас есть то что опубликовать можно в журналах уровня VAC но нам же не хочется в VAC нам хочется выше поэтому пока ничего не опубликовали но тем не менее сейчас есть порядка трех пре-принтов написанных совместно с консультантами те которые будут подаваться на конференцию уровня скоп и немножко о будущем мы сейчас в лаборатории начинаем развивать проект научной группы это довольно сильно отличается от стажировки потому что в стажировке включены сотрудники лаборатории и при этом студенты занимаются теми задачами которые решаются в лаборатории формат научной группы мы строим вокруг привлечения тех мотивированных консультантов которые нацелены на защиту кандидатской диссертации докторской диссертации и мотивированы на работу со студентами с небольшими группами при этом мы сейчас выстраиваем кооперацию с несколькими иностранными лабораториями в том числе в Финляндии и вся инфраструктура научной группы будет как раз продолжением той инфраструктуры которую мы подготовили до стажировочной программы причем ориентация будет в большей степени на рабочие самоорганизующиеся группы небольшие вот наверное это все о чем я хотел рассказать если будут какие-то вопросы на слайдах есть мой email туда можно писать если сейчас есть вопросы рад ответить да такой вопрос эти оценки активность прогресс даются менторами даются и менторами и организационной командой там соответственно есть формочка каждую неделю в начале недели в слаке ментор получает сообщение о том что он должен поставить оценки быстренько по ней переходят ставят оценки и фонетизированный процесс того с кем он непосредственно работает как происходит работа каким образом вы синхронизируете работу группы у вас есть все при этом у нас на первом этапе задачи более индивидуальные у нас нет интеграции при этом нет интеграции стажеров в проектную команду то есть на первом этапе стажер получает научную задачу которую он может сделать самостоятельно без зависимости от других стажеров потому что 2 месяца да 8 примерно они включаются уже в проектные команды но опять же с более такими выделенными задачами которые от которых проект не сильно зависит на третьем четвертом этапе подразумевается уже вхождение в проектную команду автоматически мы не пытались оценивать скорее это есть базовый набор статей с state of the art и мы сравниваем с теми результатами которые есть там здесь есть некоторое доверие к стажеру да но при этом есть код ревью со стороны ментора не всегда это те которые хотят прийти к нам в лабораторию в качестве исследователя да у нас есть как раз такое разбиение по задачкам все-таки у каждого стажера есть хорошо поставленная своя задачка ментор может курировать ну так по нашему оценку максимум две задачи которые могут быть скоррелированы но не слишком сильно там понятно понятие научных вклад у одного и у другого человека он по-моему еще вопрос на хорошо конечно подходите обсудим да Денис куда поменяешь презентацию все всем спасибо добрый вечер здесь честно говоря я дезориентирован немного потому что думал что речь будет для студентов высшей школы экономики каких-то наверное не очень старших курсах а реально я ровно половину аудитории вижу ребят физтехов которые либо приняли участие уже в том о чем пойдет речь курс моя первая научная статья кто-то принял участие уже и как студент и как руководитель в двух ролях кто-то и в трех ролях поставщик задач поэтому давайте сделаем так наверное это будет последнее я так понимаю да последнее сообщение я какие-то очевидные вещи буду опускать поскольку совсем у нас да нет я наоборот я для вас буду рассказывать у меня здесь есть пара таких критических сообщений поэтому если кто-то друг друга узнает то пожалуйста сообщите оператору чтобы он там погасил съемку вот там разберемся ладно о чем идет речь моя первая научная статья это курс который читается на нашей кафедре в вычислительном центре РАН для одной группы студентов 15 человек и для другой группы студентов тоже 15 человек в здании ШАТ вот это факультет уже не наш ФУМ а ФИФТ вот итак каждую весну вторая неделя февраля мы запускаем этот курс для группы из 30 студентов в течение 10 лет и соответственно имеем за это время некоторые не очень отрицательные результаты совершенно верно обученную выборку порядка 500 проектов у нас находятся в репозитории вот насколько это продуктивно ну скажем так когда это все более-менее начиналось то у нас выход был такой на группу вот мне легче ориентироваться по группам да группа из 15 человек давала 12 опубликованных статей через 3 месяца после окончания семестра в журналах в Афр был год как раз когда тематическим моделированием занимались там группа дала 100% опубликованных статей из 15 из 15 просто потому что контракт требовал вот дальше сейчас когда проект разрастается группа разрастается проекты усложняются все конечно сложнее но в любом случае мы имеем немедленно после окончания курса одну-две опубликованных статьи в каждой группе и примерно половина ребят публикуется где-то в течение ну наверное уже года после окончания курса вот у нас был очень такой необычный заплыв 200 почти человек участвовало в прошлом осеннем семестре вот и вот сейчас через год я как раз начал получать отклики от ребят которые вот этот семестр осенний правда закончили вот и соответственно как мы работаем каждый студент получает в распоряжении скажем так не научного руководителя он получает в распоряжении в личное распоряжение команду и так студент это тот кто хочет научиться писать научные статьи и понять что такое вообще научный метод раз два у него есть консультант обычно это тот кто написал по крайней мере две статьи вот есть некоторые очень успешные примеры когда консультантом становились люди уже на следующем курсе но просто потому что за год он пишет две работы вот и таких ну наверное я могу перечислить до десяти человек дальше есть соответственно да обычно консультант это скорее аспиран есть тот кто ставит задачу вот как правило это человек с ученой степенью вот но у которого нет времени еженедельный на еженедельный мониторинг студентов и есть соответственно эксперт эксперт это специалист в предметной области поскольку мы занимаемся прикладной математикой вот наша специальность звучит так прикладная математика и физика вот или прикладная математика и информатика да я наверное надеюсь не соврал можно вот следующий слайд у меня на самом деле нет слайд да спасибо да у меня нет слайдов я вот какие-то такие отбивки я стараюсь быть наверное как бедкомедиа но у меня не получается сильно высоко он забрался да вот математика это наука цеховая вот и соответственно да я иногда спрашиваю ну наверняка же математики давайте я вам приведу два более-менее свежих примера вот в чем сейчас скажем наша сложность вот конкретно сложность нашего курса в том что экспертов становится много потому что когда мы начинаем работать с разными лабораториями скажем европейскими да сами европейские лаборатории друг на друга тоже хорошо завязаны и например сидит человек где-нибудь там в Гренобиле и изучает взаимодействие белков и маленьких молекул вот есть энергия взаимодействия и ему для этого нужен физик физик находится в где он находится в Барселоне вот ему для этого нужен аналитик это мы вот давайте вот есть эксперт есть аналитик я всегда за тотальное разделение эксперта и аналитика никогда не делайте суждение в той предметной области которую вы моделируете и соответственно вот получается что студента должны как-то мониторить ну вот по крайней мере 4 человека то есть соответственно на 30 человек студентов мы должны договориться о взаимодействии примерно ну с 50 где-то уже вот такими исследователями у которых вот столько своих планов и тучи всяких дел вот а студента опускать нельзя да кроме естественно вот нет у нас нет черного списка студентов да потому что студент попадает по конкурсу на этот курс зато есть черный список руководителей вот он активно пополняется вот самая страшная вещь вот это потерять контакт мы работаем вместе и потеря контакта это прямо вот не знаю да вообще при выполнении проекта можно потерять документацию можно запороть код можно все стереть можно вот это сложно конечно же у нас вот здесь у нас можно деньги продолбать да но если ты теряешь контакт с научником и с заказчиком и еще чем-то все хорони проект хуже этого в нашей работе нет вот поэтому итак математика это наука цеховая и соответственно как-то вот так мы работаем да и есть конечно же вот такая выделенная роль как поставщик сдачи и руководитель и здесь у нас ну да вот давайте про критику тоже про черные списки легко ли поставить задачу мы как-то вот обсуждали ну что когда мы ставим задачу к дедлайну в феврале или в течение года и я вот после этого обсуждения точно понял что конечно же в течение года и когда у меня кто-то спросил ну что когда у нас там начало семестра вот во второй или в третьей неделе в феврале я озаверил потому что если преподаватель или если там консультант или поставщик задачи спрашивает когда дедлайн да то что мы скажем студенту вот итак дедлайна нет раз два та задача которая ставится студенту она должна быть предельно хорошо продумана а для этого у научного руководителя должна быть серия продолжающихся проектов мы задачи принимаем в специальном формате он есть есть на сайте сайт найти вот у кого есть компьютер довольно просто машин лернг все сайт знают там в поисковую строку надо набрать две буквы м1 и сайт и в нем будет довольно длинная таблица в которой будут слова моя первая научная статья а да 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 спасибо вот давайте я даже могу провистать моя первая научная статья вот и соответственно давайте щелкнем сюда вот давайте я вот скажу похвастаюсь какая-то длинная таблица вот сейчас 2019 вот это весна кто-то вот здесь сидит с той весной да предыдущая весна предпред будущая весна и соответственно вот эти две группы да это это вц это яндекс вот вот они так идут ну раньше конечно же шли вот только вцешные ребята ну вот собственно говоря вот столько семестров да и и столько групп этот курс пережил и вот под каждой такой ссылкой есть соответственно другая такая ссылка вот какая итак вот есть описание курса какая-то история и соответственно здесь результаты расписания сейчас мы к этому вернемся я на самом деле просто хочу сказать вот вот смотрите у нас есть шаблон описания задачи да название задачи хорошо задних рядов видно да базовый алгоритм решения новизна и авторы и те научные руководители да у которых есть какие-то продолжающиеся научные проекты да с некоторого времени мы перестали номеровать задачи подробно опять же для того чтобы иметь продолжение вот научный руководитель у которого есть продолжающийся проект например вот у него довольно развернутая постановка задачи уже вне этого шаблона это что-то такое биологическое вот да это Кемериана на Д-лаборатории ну вот как-то так это работает итак мораль для тех кто ставит задачи когда ставишь задачу задачу надо ставить так чтобы ей жалко было отдавать а не так что ба-бам я значит что-то придумал сейчас найду кого-то кто это сделает нет так это не работает и так работать это никогда не будет вот у нас был страшный случай когда мы с аспирантом четыре раза по два листа переставили писали тексты да 4 работы написали чтобы поставить задачу так и не поставили вот вот такой не знаю крайний случай итак что у нас по вот этому а у меня есть вот такой еще на самом деле дисклеймер мы здесь все разные и чтобы понять кто чем занимает я должен сказать вот чем вот с нашей точки зрения отличается наука от инженерных исследований а инженерные исследования отличается от коммерческих исследований и надо науку доводить до каких-то совсем прикладных задач вот как коллеги делают вот у них это все прямо код и код должен быть оттестирован и наверное где-то эксплуатируем вот в науке это может быть так это может быть не так но смотрите у нас для этих трех областей цели полагания разные если мы занимаемся коммерцией то прежде всего надо работу делать так чтобы это можно было продать а продать для того чтобы продать вообще наука не нужна продать самый легкий способ продажи это ритейл то есть мы берем покупаемого этого продаем этому и классно работаем как коммерсанты если мы говорим про инженерию то инженерия это не про разработку каких-то научных положений инженерия это мы должны максимально быстро и корректно собрать систему из готовых блоков где здесь наука наука мы должны сформулировать новую новое сообщение вот это про науку то есть вот три вещи которые сейчас наполняют нашу область машинное обучение они предполагают принципиально разную мотивацию и мы конечно же говорим о первой впрочем это не значит что мы не программируем это не значит что наш код не работает вот и тогда мы можем сформулировать вот каким способом мы делаем наш продукт наука да это ой давайте я а во-во-во да ура так поехали так про науку вот наука это про обсуждение а для того чтобы мы могли обсуждать какие-то новые сообщения нам надо уметь эти сообщения формулировать а это терминология обозначения простота изложения вот и соответственно сейчас секундочку теперь я шпаргалка потерялся ну ладно а у вас есть кстати возможность я уже долго говорю да есть возможность какой-нибудь вопрос задать слушайте я уже давно говорить есть кого-нибудь вопросы а ну да я же этот вопрос просто пьет листок отсюда кинус царя так про что это надо что-то а вопрос давайте вопрос слушайте спасибо большое за этот вопрос ждите 7 минут примерно если за 7 минут я не отвечу через 7 минут я не отвечу то задайте его еще раз вот прямо прямо в точку вы попали я на самом деле имею даже два раздела чтобы на это ответить да соответственно теперь раз способ добычи научных знаний это переговоры тут возникает вопрос а кто вообще участвует в этих переговорах кто может участвовать в переговорах наверное любой человек да вот так если подумать или нет журналисты могут участвовать в переговорах а почему цель журналистов нет я про получение я про нет я про получаю я именно про получение знаний мы этим занимаемся я не путаю смотрите журналисты нет цель журналиста заработать денег на наиболее горящих и модных новостях ровно так вот дальше если человек недостаточно квалифицирован то он не может вынести достаточно аргументированное суждение поэтому в обсуждении профессиональных проблем простая формула принимает участие профессионалы кто такой математик или кто такой ученый здесь очень простое индуктивное определение ученый это тот которого ученый назвал ученым то же самое с математиком при индукции шаг нулевой шаг первый был математик вот база шаг математик назвал математикой математиком поэтому мы имеем такую штуку как квалификация вот а квалификация это вот что такое бакалавр магистр кандидат и так далее и понятно что вокруг каждой проблемы научной образуется группа квалифицированных людей и одной из мощнейших мотиваций у человека является получение квалификации это довольно жесткая мотивация надо сказать вот иначе у нас будет вот давайте я сейчас прямо дрова в огонь в ваш адрес иначе у нас будет как с глобальным потеплением все об этом говорят уже много лет и только сейчас совсем недавно специалисты которые прямо уперлись в эту проблему начинают с друг другом обговаривать что да наверное да наверное есть да наверное влияет вот это про журналистов про тему исследования да есть давайте чуть-чуть вперед забегу про тему исследования есть вот какой девиз смотрите что делать если если не хочется чего-то делать если чего-то можно не делать то этого делать не нужно То есть не надо влезать туда, где ты не чувствуешь себя нормально, комфортно. Потому что даже там все равно будет куча дискомфорта и куча работы. А сейчас, конечно, наша большая проблема – это мода, которая мотивирует больше, чем все остальное. И мода, что с ней происходит? Есть список всего остального, а то остальные считаются проблемой муды. Ой, да, сейчас будет список всего остального. Спасибо, промолву тогда потом. Так, есть простые правила, как выбрать тему научного исследования. Правило первое – масштабность или влияние. Решение задачи должно влиять на профессионалов, на специалистов прежде всего, на лиц, принимающих решения. Правило второе – заброшенность задачи. Задача не должна быть модной. Антипопулярность. Потому что если задача модная, то вы тут же станете догоняющим. Правило третье – решаемость задачи. Понятно, что у нас должна быть достаточная квалификация, чтобы эту задачу решить. Ну и, конечно же, простота. А, ну, вы можете просто сказать мне «замолчи», и я тут же замолчу. Я все сказал, что хотел. Если задача просто, элегантно решается, то это про науку. Если она вам кажется сложной, композитной, это, скорее всего, про инженерию, про производство. Если проект вам кажется сложным, нам кажется сложным, значит, мы просто не можем его декомпозировать нормально. Ну что, вот это про квалификацию. Окей, я тогда пойду дальше. Сейчас я уже все перепутал. Ну, на самом деле, вот я перешел к третьей части. Это часть, которая называется «Производство». И в производстве у нас есть простая вещь, которая называется «Производительность». Или, если хотите, сверхпроизводительность. Я здесь хотел вторую, наверное, какой-то тезис поместить. Он более расплывчив и звучит так. Надо уметь находить в творчестве рутину, а в рутине – творчество. Очень сильно мешает вот что. Когда приходит новый студент или новый аспирант, он плохо представляет, как изложить ту или иную мысль, и с ним приходится много работать. И он делает совершенно стандартные ошибки. В принципе, вот весь этот курс – это то, как избежать стандартных ошибок в изложении. Начиная от того, как расставить запятые и кончая тем, как поставить задачу и как сделать цель и полагание для вычислительного эксперимента. Вот это про это, соответственно. И последнее про… Я все еще отвечаю на ваш вопрос про отчеты. Когда отчитываешься за что-то, за работу, за деньги, за какой-то проект, надо сидеть и писать отчеты. И вот сейчас я совмещу моду и отчетность. Хорошо совместимые понятия. Вот смотрите, как у нас идет процесс постановки задач для студента с последующей публикацией. Вот, скажем, сейчас даже не ноябрь, да, сейчас сентябрь. И я подумал, ну, наверное, у нас вот здесь в феврале начнется семестр. И начал готовить список, договариваться с руководителями, со всеми остальными. И студент получает готовую задачу. Он ее начинает делать. И делает ее до апреля. Три месяца. И получает такой прототип черновичок статьи, который потом надо будет доработать, потому что за три месяца, блин, можно статью написать. И мы, кстати, тоже сейчас вот, если позволите, я об этом отдельно расскажу. Про нововведение в этот курс. Окей, через шесть месяцев, скажем, плюс еще три месяца на доработку, через шесть месяцев он ее публикует. И она в журнале болтается еще шесть месяцев. И потом еще месяц на обработку рецензии и публикацию. Итого мы сколько получили? Два года. От возникновения модной идеи до появления этой статьи в журнале. Когда ее можно поместить в отчет. И тут, представляете, что происходит совсем на днях. Приходят студенты, говорят, а вот я сейчас подаюсь на какую-то стипендию очередную. И должен написать план работы. Что мне делать? Чем мы дальше будем заниматься? Ты что? Мы эту статью еще не подали. Мы все же работу сделали, но мы эту статью не подали в журнал. Что надо делать, чтобы нормально отчитаться вот за этот проект? Да элементарно. Вот то, что ты сделал, напиши в план вперед. И это будет самый классный и честный поступок. Почему? Потому что завершение работы, оно отнимает много времени. И вот это время у тебя как раз будет в момент выполнения проекта. Ты будешь понимать точно, чем ты будешь заниматься в течение всего проекта. И отчитаешься за него. Готовы публикации, которые через две недели отдашь в печать. Она заодно там референцизируется. А ты сможешь достойно начать еще какой-то другой проект и потом его продолжить. Почему важно продолжать проекты? У нас, конечно, вот этого не хватает. Мы каждый раз пытаемся делать кого-то удивить, делать какие-то новые волшебные проекты, модные. Мода сейчас это то, что было модой у кого-то в голове два года назад. Наверное, я ответил вопрос. Отвечаю до конца. Хороша ли отчетность? Плоха, когда вдруг дедлайн, вдруг отчет, и ты сидишь и начинаешь откуда-то из головы писать какие-то вот никому не нужные, и вам прежде всего ненужные слова в отчет. Когда классная отчетность идет. Когда ты берешь копипаст из статьи в отчет, не включая мозга вообще ни на секунду. И ты хорошо закрыл проект, и ты нормально открыл следующий проект, и у тебя все хорошо и организовано. Все. Поэтому, где у нас, это самое, господи, мышка, поэтому, если чего-то можно не делать, то этого делать не нужно. Ну, соответственно, вот, в произложении давайте я уж, соответственно, скажу самое главное. И самое простое. Чем занимается следователь? На самом деле, результат его работ, они, они их очень просто сформулировать. Он публикуется, выступает на конференциях. Все, точка. Больше он ничем не занимает. Просто потому, что не должен он больше ничем заниматься. Он должен участвовать в дискуссии, посвященной профессиональному получению новых сообщений, новых знаний. Вот. Ну, наверное, давайте я теперь уже отвечу на вопросы. Слушайте, у меня есть какие-то замечания про мотивацию, про вашу. Вот вы говорили, да, про две вещи. Оставание учебных планов и потребностей. Сейчас мы попытались, попытались запустить вот такую процедурку. Вот читаешь, читаешь, читаешь семинары или лекции, да? И вот, когда читаешь, понимаешь, вот здесь может быть интересная работа. Это новая неисследованная тема. И ты все равно теоретическое введение уже сделал. И говоришь, а вот есть такая постановка задач, она и открыта. Кто хочет, давайте соберитесь в команду. Вот это был как раз вот этот семестр, который уже кончился. Я планировал, наверное, три статьи открыть раз в три недели примерно, открыл реально полторы. Но зато вот первую, которая открыта была 10 недель назад, после лекции сформировалась, соответственно, группа с аспирантами студенты, и они за 10 недель сделали довольно приличную работу. И, соответственно, начинаются еще две работы, которые просто идут не потому, что мы их организовали, а потому что они вот так случились из материалов и лекций. Ну и, в принципе, это, наверное, тоже один из ответов на вопрос. Вот, да. Да, да я, нет, я сказал уже, что я закончил. Я про мотивацию хотел сказать. На самом деле мотивации, я не верю в мотивацию. Потому что мотивация, она вот изначально, она либо есть, либо нет. Если у кого-то есть вопрос заниматься ему научными исследователями, или не заниматься, то ответ уже получен. Он прозвучал вот ровно два слайда назад. Да. Понятно, да, с научными исследованиями все. Мотивирует студентов совсем другое, как мне кажется. Где же этот список? Надо все-таки... Да, я сам человек, видите, неорганизованный, пытаюсь организовать других. Смотрите, простая психологическая штуковня. Я не психолог, сразу говорю. Я здесь лезу совершенно в чужое болото. Но вот я это так чувствую. Что мотивирует? Мотивирует причастность к чему-то там, к кому-то сильному, мощному тренду, к всепобеждающему. Почему все смотрят на вот эти мейнстримы, на моды? Ну вот потому что видно, что вот да, ты становишься частью этого, и ты на коне. И вот это дальше должен выступать психолог, а не я. Потому что я не умею об этом говорить. Или ты попал в сильную школу или в сильную группу, и ты на коне. Вот это мотивирует. Почему, например, Яндекс, вот у кого-то написано, кто из Яндекса, почему Яндекс держит зарплату ниже, чем остальные компании? Очень просто. Это большая, сильная команда, в которой интересно работать. Ты причастен к чему-то великому. Вот это мотивирует классно. И как только ты объявляешь что-то великим, вот это будет великое. Тут же выстраивается очередь из желающих причаститься. Так, с модой все предельно просто. Я не ответил. Давайте тогда переинформатируйте, задавайте его. Да, ну и че. А вы как раз говорили о том, что мне там будут давать задачи, а как ты знаешь, сам будет руководить. Как сделать задачи, на которой не хочешь работать, но надо работать? У меня, смотрите, надо просто работать и все. На самом деле, мы здесь должны. Нет, зачем? А, обождите. В науке инициатива – это, я не знаю, кроевольгольный камень. Кто, вот серьезно, вам будет кто-то говорить, что надо делать. Вам можно дать полезный совет. Не более того. Зачем нужен научный руководитель? Для того, чтобы посмотреть вот так по сторонам и понять, что есть история там 50 лет назад минимум, да, в нашей области, а реально там не 50, а 300 лет назад. И вперед, есть еще там на 20 лет, и сказать об этом честно студенту. Все. Какие-то задачи решать, каким образом это решает студент. Я не знаю, вот у меня часто ребята делают так. Я говорю, пожалуйста, сделайте какую-то штуку, да, вот, я не знаю, поставьте одну губку на другую. Ну, казалось бы, глупое дело, да, но когда тебе приносят обратно одну губку на другую, повязанную бантиком, отшлифованную, отполированную, с кучей доказанных теорем, ты думаешь, ну вот, 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 да, работа идет. И так случается постоянно. И вот что, я могу вот этими людьми командовать? В науке вообще вот команда и мотивация, я не думаю, что это вещи, которые в принципе работают. Можно что-то посоветовать. А дальше это либо заведется, либо не заведется. Это раз. Два, насилия в науке и так хватает, и это хорошо. Это вот что. Это опять же, вот это квалификационность, это важно. PHD или кандидат в физико-математическую науку, это право заниматься научными исследованиями. Без этого права невозможно заниматься научными исследованиями. Хабилитация — это право руководить научными коллективами. Вот. Без этого невозможно это делать. Просто туда, ну, скажем так, не пустят. Вопрос касался того, как вы отбираете схемы для вашего курса. Вы просто говорили, когда, ну да, научные сотрудники для вашего курса. Когда говорили, что для того, чтобы стать научным коллективом курса, нужно дать задачу, которую сам хочешь решать. Ну, конечно. Но не которую я хочу решать, которую научный руководитель хочет решать, а у меня есть критерии оценивания, насколько хороша эта задача, насколько хороша вообще будет планируемая статья. Все, вот-вот-вот. Не-не-не, это важно. Давайте, раз вас спрашиваете, это значит важно. Вопрос, я понял, что сам вопрос. Вы знаете, про то, что есть задачи, которые не все студенты ее хотят делать интересным. Как задать студентам? Насколько я понял вопрос, какая схема жеребьевки? Как распределяем она на них? Ой, спасибо за вопрос. Друзья, у нас жеребьевка делается случайным образом, потому что всем, вот реально, человек живет в сообществе, в мире, и всем глубоко наплевать, какой задачей вы занимаетесь. Серьезно. На что не наплевать? Какая у вас квалификация? То есть защитили вы магистерскую, бакалаврскую кандидатку? Вот на это смотрят и родители, и научные руководители, и работодатели, и все. Может быть, в каком там журнале вы опубликовались, или какого уровня у вас работает. Но тема, серьезно, друзья, меняйте тему, пожалуйста. Тем более, что вот учишься там на младших, средних, да даже и на старших курсах, конечно же, надо менять разные темы, надо менять научных руководителей. Масса есть людей, не буду называть, которые просто одновременно работали в разных областях, терфиз и байсовский вывод, например, под руководством разных научных руководителей. Есть люди, которые вот приходят и говорят, я хочу попробовать всех научных руководителей, хороших, сильных, до которых дотянусь. Так что меняйте, экспериментируйте, странно зацикливаться на одной какой-то теме. Не нравится, просто меняйте тему. Не нравится научный руководитель, меняйте научный руководитель. Но знаете, что опять же, мы все работаем вместе, есть какой-то баланс. То есть надо еще быть интересными друг другу. Студент должен быть интересным руководителю, руководитель должен быть интересным студенту, и им обоим должно быть интересно работать в каком-то проекте. Научный руководитель имеет специальность, он профессионал. Скажем, научный руководитель, который сидит глубоко в, скажем, статистике, он не пойдет в алгебраическую геометрию. И наоборот. Из алгебраической геометрии сложно взять статистическую задачу. Ну вот так наука построена. И, соответственно, научный руководитель какую задачу сам дает студенту? Никакую ему не охота делать, у него тоже нет такой какой-то задачи. А такую, которую, как он думает, выстрелит. Он даст стреляющую задачу. С одной стороны. С другой стороны, конечно же, есть технологии, потому что, когда приходят студенты, особенно там с прицелом на аспирантуру, ты понимаешь, что за 4 года, например, он изменится, изменится там состояние дела науки. И вот перетаешься на 4 года вперед, вот эти два изменения, я не знаю, как стрелять, например, с упражнением на ветер, да? Вот пытаешься построить кандидатскую диссертацию таким образом, да? Чтобы вот это все в конечной точке срослось. Это непросто, конечно же, и там бывают всякие эти состыковки. Здесь я тоже спорю. Спасибо большое. Все, давайте меня отбирать. Да, спасибо. Всем вам огромное спасибо, что вы все эти два часа были здесь, хотя прячется вечер, мы были в ближайшем рядом с Великой Баре. И надеюсь, вам было очень интересно и полезно этот семинар и обмен опытом. У нас каждые две недели будут на них семинары на различные темы, об этом все вы можете узнать в нашей группе www.vk.com.ru или на сайте, где вы подписывались, да, подписка, лайк, колокольчик, зима. Сейчас мы еще остаемся здесь, вы можете подойти и задать спикерам и не только интересующие вас вопросы, которые вас привожат. И тут, наверное, вот и победного. У нас 22 не прогонят уже. Да еще мы тут, видимо, до последнего посетителя. Спасибо. Спасибо всем.